здравствуйте друзья доброе утро я вообще-то собирался сегодня быть в санта кросс сегодня пятница а я подумал поеду-ка я с четверга с вечера у меня вообще пятница такой как бы день ну можно сказать не то что выходной я обычно хожу на работу но у меня нет appointment такой я занимаюсь разными делами которыми так обычно не очень удается заниматься чтобы не дергали хотя на работе дергают все равно и вот мы подумали поедем кому лучше днем потому что вот этот тут ураганчик нам обещали а эта дорога вот 17 привей там и так все засыпано там не поймешь может еще чего подсыпят очень хорошо что не поехали потому что он действительно присыпало и в связи с вот последнюю там неделю разговорами о том что вот сейчас в этом уровень там водохранилище там дамба самая высокая дамба плотина в соединенных штатах и так далее и что вот сейчас как там что-то перельется там зальется всякие безобразие произойдут вот хотя в общем то так вроде там затихло то есть народ распустили сказали все возвращайтесь если что там у вас снова соберем и водичку там спустили так приличненько спустили метров 30 в общем так вроде ничего но ждали что в среду а сегодня пятница я напоминаю значит ждали что в среду начнутся какие такие проливные дожди и там в общем с не зайдет на это дело много воды ну как у них там я не знаю но у нас тут вот вы видите я давайте теперь камеру разверну чтобы вы могли видеть чего у нас проснулся я с утра а у нас в окне знаете соседские кипарисы они такие тонкие и как сказать качались на ветру ну то есть я ветер не чувствую естественно в помещении вот а кипарисы эти во все стороны и тут я почувствовал что наверное таки у нас тут какой-нибудь шторм ураган света говорит что всю ночь значит у нас тут действительно что такое ветрило там проливалась но не знаю вроде сухо так узнать да в лос-анджелесе четко затопило я еще новостей не смотрел не читал с утра встал подумал поеду я на работу потому что есть там который какое-то количество дел а вечером у нас с вами значит соответственно трансляция вечерняя так что поеду на работу кофейку налью знаете у нас сегодня вообще пятница вообще такой день более спокойный и у нас когда народу нужно там отдохнуть у нас пятница берется для отдыха вот нас софия по пятницам работает из дома а еще у нас есть наталья она вчера три урока вела то есть она вела с утра потом онлайн и вы у нее был ну там небольшой час всего но онлайн и в уроке очень напряженный там за час употеешь как так в нормальном классе за 4 вот а потом еще вечерний ну так как с расписанием сложилось так неудачно в общем вот так мы и отправили сегодня отдыхать и как приеду я в офис а там мало народу хорошо вот вы видите тут так это все пасмурно я думаю если у нас вот так льет то вот в этом уровень как там льет неизвестно некоторые спрашивают они не пусть не пострадает ли кремниевая долина от этого дела но вот представьте себе что если до сакрамента без трафика два часа езды то вот это все еще от сакрамента тоже пилить как следует так что конечно к нам это отношение никакого такого не имеет точки зрения возможности пострадать вот ну там другие люди живут тоже там есть какая-то жизнь вот хотя конечно наиболее населенная часть калифорнии это вот вдоль вдоль побережья да там лос-анджелес сан-диего orange county кремниевая долина сан-франциско вот тут живет очень много людей собственно лос-анджелес это треть всего населения калифорнии так что если добавить там сан-диего и где там рядом есть то может быть там там хорошенько будет за за половину так что вот такая вот история что еще сказать у нас вчера позавчера было пару сюжетов которые вызвали такую бурную реакцию и я честно даже не не предполагал то есть я конечно зачастую могу представить там что какие-то темы более интересные или менее интересные но вот когда доходит до того чтобы скажем там зацепить там как цепляет не цепляет вот иногда бывает и не угадаешь то есть будет такая безобидная вещь и вдруг цепляет то есть ну как-то мне со стороны может быть не так чувствуется не знаю вот там значит пару сюжетов и там даже смешные такие комментарии иногда бывают и еще у нас там женщина обнаружилась молодая девушка но новая женщина вот который там пару лет как замужем за американцем и наверное года 2324 вот и она просто прирожденный блогер то есть какой талант позже как пишет самом вообще потрясающе просто и глубина какая в общем я я написал что эти над блогером быть ты просто не можешь себе такое держать вот надо будет ее пригласить на интервью в скайпе так что да такие таланты вы чё охман лужа друзья лужа лужа казалось бы америка а вот пожалуйста лужа так вот ага светофор не работает смотри-ка проезжай кто хочешь в любом порядке значит так сейчас будет интересно на хайвейчик это такой маленький хайвейчик номер 85 так он себе хайвейчик но но ну и вы видите что я вам рассказываю вот он вот он тоже лужи об лужи интересно да а мы вот кстати все наблюдаем очень пристально за тем как меняется рынок труда в связи вот с этой подвешенностью которая возникла в силу того что вот новая администрация они может быть не специально все подвешивают то есть можно сказать это не вот мы скотина египте сознательно да другие год да нет они просто по-другому не умеют поскольку как бы не умеют то всюду неопределенность такая вы от их действий что не поймешь чего завтра будет и в общем от этой вот неопределенности есть какая-то проекция значит на рынок труда в частности в айти компания в частности в кремниевой долине но пишут ребята что это вот повсеместно так и не войти поэтому вот как-то такой какая-то нервозность такая в частности это упирается в то что требует чтобы была green card и не просто говорят что напиши что green card один покажи green card а без этого на интервью не поставил в компанию даже резюме не хотят посылать рекрутеры в общем какие-то такие осложнения мы следим что дальше будет но пока вот пока вот так пока не видно никаких изменений у меня вот девчонки там из индии которого в этой ситуации что у них разрешение на работу нет а green card и есть разрешение работы есть а green card и пока нет вот они сейчас ходят стонут там и как-то не знаю что делать в общем такая вот история что там еще у нас на международной арене вот на международной арене было очень занятно значит когда новый наш нынешний госсекретарь господин тилертон встречался с господином лавровым министром иностранных дел российской федерации в куларах эта встреча двадцатки и там по протоколу значит так получается что они должны журналистами сначала они выходят там журналисты до встречи и там что-нибудь такое там пару слов скажут на пару вопросов ответят там журналистских так между делами идут разговаривать вот а тут значит поскольку на что он неопытный политикой не смысле не занимался международными делами дипломатическими не занимался ой смотрите как вот так ездишь то все нормально все нормально вот это после камера заскользила и вот подставочка подставочка заскользила все хорошо да ну и так лавров значит там что-то сказал там пол честь имею весьма весьма вот и потом переходит значит это к телертону а тот и говорит всем спасибо ведь оставьте нас тут поговорить то есть как бы нарушил протокол по по неопытности вот или не понимал может зачем наверное ему предупреждали то есть вряд ли там люди из аппарата не инструктируют начальник но как-то вот так получилось что нас вот наверное из лучших чувств все-таки отсутствие как бы опыта рассказывается ничего страшно ничего страшно освоит протокол мужчина опытный что еще пишут пишут что смеются знаете так они подначивают сам трампа естественно в частности вот как изменилась его позиция по отношению к утечкам надо сказать что во время избирательной кампании трамп неоднократно неоднократно когда речь заходила в а всяких там утечках там украденным там взломанным и так далее он буквально вместе с господином путином говорил вот те же самые те же самые мысли что дело же не в том откуда взялась информация говорил а существенно правда это или нет ну вот правда или нет вот это важно все остальное совершенно никак не важно а тут когда про него утечки пошли значит выясняется что вот те кто значит утекают те предатели значит средства массовой информации у него такая война с ними идет значит мол они не нехорошие он хочет чтобы они ему как-то вот чтобы они всех мочили там клинтона клинтон шоу там обаму там что всех мочили буша а вот его лично вот как-то как-то ему по-особенному хочется обидно ему вот давайте да не привык не привык значит но да и вот как это все так тоже смакуются говорят смотри какой вид это как он как интересно изменилась позиция оказывается теперь существенно откуда взялась информация а раньше было существенно правда это или нет причем правдивость утечки не ставится под сомнение ну да правда это да и второй момент очень смешной с одной стороны говорит что вот все эти там средства массовой информации они как бы все время лгут вот а тут получается что они правду рассказывают но как бы да то есть может источник ему не нравится но вы на вот вроде как правду то есть то ли врут то ли правда вот и опять на этой почве как бы много смеются но по-доброму по-доброму пока они очень по-доброму смеются вот хотя ему и по-доброму не нравится Ну, в общем, ух ты Видали, упал знак тут Ограничение скорости Наверное, ветром его сдуло Ну, вот вы видите, какой шторм у нас тут Можно сказать, никакого шторма Хотя временами Когда ветер, знаете, и деревья раскачивает Вот сейчас тишина абсолютно Такое ощущение, что даже И водичка не высаживается На стекло практически Затихло Сейчас около полудня Я не рано еду на работу Около полудня Такие у нас дела Ну и Более подробно Мы поболтаем Через 10 часов Когда будет У нас тут 10 вечера, а у вас 9 утра Не у всех у вас Ну, вот по московскому времени будет 9 утра Мы тогда соберемся И так поболтаем А сейчас, друзья Я Переключаюсь на Дела текущие Счастливо! ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ